Всем Маткульт привет! Каждый год мы записываем один ролик из полуна. Так вот, это мой новогодний привет, такой значит экспромт. У меня есть четыре офигенные детские задачи. Одна из них, правда, не очень детская и уже была. Но мне прислали такое детское её решение, что я просто как увидел его, так и упал. Поехали! Итак, с Новым годом и с Рождеством! Задача номер один прислана одним из моих подписчиков в комментариях. Ребус Ш плюс А плюс Л в четвёртой степени равно, чему бы вы думали, равно шалаш. Вот такой вот прикольный ребус. Ну, как обычно, одна буква значит одна цифра, разные буквы, разные цифры, одинаковые. Нужно отгадать. Ну, ставьте на паузу, думайте сами. На самом деле он совсем не сложный. Я придумал где-то, ну, может быть, за 20 секунд или за полминутки. Итак, теперь все, кто отжали паузу, придумали или не придумали, слушайте решение. Давайте поймём прежде всего, вот четвёртая степень какого числа примерно может дать вот этот шалаш. Что такое шалаш? Шалаш это, значит, пятизначное число, то есть, ну, как бы от десяти тысяч до ста тысяч. Ну, из десяти тысяч нацело просто извлекается корень четвёртой степени, получается число десять. А число двадцать в четвёртой степени уже даёт сто шестьдесят тысяч, то есть больше. Поэтому у нас диапазон, это вот, грубо говоря, да, ну, десять, конечно, что не подходит. Число целое, то есть, от одиннадцати там, ну, где-то до семнадцати, вот что-то в этом духе. Ну, а дальше догадка осенила меня. Дело в том, что это полиндром. И ясно, что тогда первым делом напрашивается одиннадцать. Ну, а что ещё, да? Ну, понятно, одиннадцать даёт полиндром. Одиннадцать четвёртый – это как раз один четыре шесть, четыре один. Ну, и осталось просто проверить и убедиться, что всё так. Один плюс четыре плюс шесть – это как раз одиннадцать. Вот, это вам первый подарок. Будем считать, что, значит, это два подарка к Новому году и два к Рождеству. Следующей задачей я горжусь, потому что выдумал её сам. Вместе с Димой Кудряшовым, точнее, на пару, мы выдумали её к Матбою в лицее, в фистехлицее. Совсем недавно. Итак, задача – лицей и Матбой. Матбой. Два слова. Ну, на самом деле, похожая задача была раньше, но с другими словами. Мы просто её переделали. Теперь я умножаю вот это на это, на это и на это. И здесь вот это на это, на это, на это и на это. И ставлю знак равенства. Найти максимально возможное при этом слово «Матбой». Максимально возможное число, которое обозначается словом «Матбой». Опять же, каждая цифра и каждая буква – это одно и то же, разное и разное. Ну что, нажимайте на паузу. Решение исключительно красивое, на самом деле симпатичное. Значит, смотрите, ну, наверное, большая часть подписчиков решила. Смотрите, сколько здесь всего разных букв. Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А это уже повторяется. Итак, у нас десять разных букв. И у нас десять разных цифр. Что из этого следует, Ватсон? Элементарно, да, Холмс? Из этого следует, что у нас все цифры задействованы. А, следовательно, раз все цифры задействованы, одна из них – одна нулю. Так, интересно, какая же из них равна нулю? Понятно, что ноль, если он встречается только один раз, то сразу же равенство нарушается. Потому что в одной части ноль умножается на остальные цифры и получается ноль. А в другой части перемножаются между собой какие-то ненулевые цифры. И ноль не получается. А значит, нулем может быть только та, значит, цифра, которая повторяется дважды. То есть, очевидное и краткое равно нулю. И это единственное условие, которое, ну, как бы, необходимо. Оно и достаточно для того, чтобы было это равенство выполнено. Потому что, когда у нас ноль есть и справа, и слева, то слева и справа число равно нулю. Поэтому нужно просто выбрать максимально возможное числом отбой, при условии, что последняя цифра нулевая. Ну, понятно, что девять, восемь, семь, шесть, пять и ноль. Не забудем про ноль. Вот это и ответ. Дальше я тут разгребал сусеки на Новый год. И я нашел одну задачу, которая давным-давно была в каком-то подготовительном варианте, который мне дал Макс Коваль, когда я у него, там, весной двадцатого коронавирусного разбирал варианты ЕГЭ. Увидев ее, мне она, ну, как бы, я ее вспомнил. Мне она очень и тогда понравилась, но это я уже не помню. У меня склероз, поэтому я все равно перерешил ее заново. И я подумал, что она прям достойна даже того, чтобы ее разобрать на канале. Итак, нужно решить вот такую систему уравнений просто в вещественных числах. Y плюс Z плюс YZ равно 1. Ну, опять же, ставим на паузу, дорогие друзья. Ставим на паузу. Поставили? Поехали. Ну, собственно, здесь нужно уметь догадываться, да? Я не знаю, как до этого догадаться. Вот это и есть, на самом деле, та самая математическая культура, которую, в сущности, вам и надо, ну, как бы, набрать, да? Что такое школа, да? Школа вас учит культуре данного предмета. И это, ну, как бы, культура, она не заменяется тем, что вы два вечера что-то там позубрили. Культура — это день от дня, вы много разбираете разных задач, там, сами о чем-то размышляете, потом там в книге смотрите, слушаете учителя, снова сами решаете, как-то вместе с ребятами обсуждаете. В общем, здесь культура должна подсказать, что нужно прибавить единицу к каждой, как бы, части каждого израильца. Потому что 1 плюс x плюс y плюс xy равно 2, да? И так далее. Ну, а это уже, как бы, это уже, конечно, любой человек, который много занимается математикой, может сделать из этого немедленный вывод, что тут надо разложить на множители. Ну, и дальше будет два таких же уравнения. 1 плюс x на 1 плюс z равно 2. И 1 плюс y на 1 плюс z равно тоже 2. Ну, и дальше все уже дело техники, потому что, во-первых, ясно, что, значит, вот эти скобки, да, все они не нулевые. Значит, следовательно, так как не нулевое число 1 плюс x умножение на это дает 2, то это и это просто одно и то же. То есть 1 плюс y из этого следует равно 1 плюс z. Но совершенно так же из этих двух, например, следует, что 1 плюс x равно 1 плюс y. То есть 1 плюс y, 1 плюс x и 1 плюс z, они все должны быть одинаковые. Но тогда получается одно уравнение, что что-то в квадрате дает 2. Поэтому это что-то равно корню из двух. И окончательный ответ. x равно y равно z равно корень из двух. Не забудьте вычесть единицу. Это единственное решение этой системы уравнений. Ну что же, последнее. Итак, у меня передо мной странный лист бумаги. Заметьте, что он не имеет тех же пропорций, что и обычный лист А4 или ватман, на котором я пишу. Правильно, я от него зачем-то отрезал вот тут вот. Да, он у меня получился вот здесь вдвое. Здесь. И на нем изображен кто-то знакомый, наверное, вам. Да, конечно, это Боря Трушин. А задача, которая здесь написана, она, по-моему, когда-то давалась тоже Максимом, Ковалем, нам на решение. Я тогда не решил ничего. Ну там ничего разумного. У меня из этого не вышло. Время было мало. Долго не думал. Слил. Есть вот такой прямоугольник, который из двух квадратов состоит. Значит, АВСД. Вот. Есть, соответственно, тут точка М, например. И есть точка К внутри этого квадрата внутри прямоугольника. Со свойством, что вот эта вот бессектриса получается. Вот эта вот получается бессектриса. Эти углы оказываются равны. Семи. И нужно теперь выяснить, чему равен вот этот угол. Если вот этот равен семи. Ну, у Максима было сказано, что этот равен восемьдесят три. Но это тоже самое понятно, что вот этот равен семи градусам. И нужно найти вот этот альфа. Вот. Ну, задача такая. Как бы мне казалось, что она какая-то антисаботивская, что вряд ли я ее решу. И вдруг у меня приходит решение от Станислава Спасского. Там репетитора некоторого. Значит, я с ним недавно познакомился в интернете. Замечательного мужика очень интересного. И он пишет. Ну, говорит. Задача-то решается в один ход. Как же она решается в один ход? А вот как. Вот. Перевернем здесь. Это изобразим вот так. Вот. У меня эта штука. Вот так. Делаем вот такую вот перегибочку. И все. Просто вот так. Вот снова Боря Трушин с нами. Вот он тут где-то с задней стороны был. Теперь он снова с нами. И что же мы видим? Что мы видим? Понятно, что вот эта сторона. Вот эта вот сторона КЦ и КМ. Они совпадают при перегибе. Потому что по условию это биссектриса. Значит, они просто совпадут. Значит, соответственно, вот тут вот. Вот эта сторона пройдет через эту точку М. Вот она где-то здесь отметится. Вот. Пройдет через точку М. Будет продолжаться туда. Вот. Ну, а соответственно. Это равно вот этому. Но понятно, что не может быть, чтобы это легло вот сюда. Почему не может быть, чтобы это легло сюда? Потому что тогда этот... То есть вот это вот сюда лечь не может. Иначе альфа равен 45 градусов. Иначе это тоже будет биссектриса. Ну, 45 градусов, извините. 45 градусов идет вот сюда. Тогда точка К была бы явно не внутри прямоугольника. Вот. Поэтому, так как альфа меньше 45, то и вот это ДЦ сюда не идет. А перегибается туда и летит куда-то сюда. Вот оно прилетело. Да, ДЦ. Ну, как бы ДЦ штрих. Вот. А это тогда, соответственно, берется откуда-то отсюда. Из этой вот, значит, области. До. Значит, это вот берется из этой биссектрисы. Вот это вот получается альфа. Это еще раз альфа. И вот эта штука, она как раз уже идет сюда. Но тогда, ребята, тогда уже все. Ничего не надо считать. Ничего не надо считать. Потому что тогда, на самом деле, вот этот вот. И вот этот одинаковые просто треугольники. Что называется, не видите глазам своим. Это у меня так. Они не одинаковые. Но когда даже я складывал вот этот лист, они получились совершенно такими натуральными, одинаковыми вот этот и тот. Вот. Ну и тогда понятно, что у нас... Берем тут эту самую высоту. Здесь тоже была высота. Ну и вот это с этим перпендикулярно. И вот это с этим тоже перпендикулярно. Здесь угол 7, значит здесь тоже 7. Потому что углы с взаимоперпендикулярными сторонами одинаковые. Ну тут еще раз 7, потому что это высота в равноведренном треугольнике. Соответственно, лишнего накапливается 14. Понимаете, да? То есть после перегиба накапливается лишнего 14. Те же самые 14, которые здесь. Поэтому 2 альфа плюс 14. Это как раз 90. Значит альфа равно 45 минус 7. Ответ 38 градусов. Ну вот это вот как бы... Это гениально. Вот это я понимаю. Это гениальное решение. И, значит, я вначале отмахнулся от этого решения. Потому что Станислав написал, у меня семестр. У меня, господи, у меня там по 100 с лишним писем в день приходит. Там кто-то что-то пишет. А потом я на каникулы посмотрел. Боже, это же то, ради чего мы живем. Посмотрите, как такие задачи решают. Не правда ли? Вот это действительно круто. И главное, до этого мог бы догадаться я сам. Но горе мне не догадался. Маркуль, привет всем! До встречи на канале! С Рождеством! СОПАТАНС, ПОМОГИМЯ СТАКМОТАНС! ПОМОГИМЕ СТАКМОТАНС!